Чтобы у вас все-таки создалось целостное впечатление, я вначале прочитаю медленно, но не очень медленно, улицу Данте целиком, а потом уже, так сказать, с комментариями. Итак, Исак Бабель, улица Данте. От пяти до семи гостиница наша отель Дантон поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала. Далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды, «Мон вье! За тысячу лет нашей истории мы сделали женщину обед и книгу. В этом никто нам не откажет». В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец с поддержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил меня при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его. «Он va refaire votre vie!» И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином против «Алёван». Деревенские девки в шлёпанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайцев, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дёшево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Герсон-Лазах. Бьенальу стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Порт-Майо, в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями, другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал с балканскими странами, с самыми двусмысленными из стран, и больше всего с румынскими дельцами, с самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить поддержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся Рено, которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом воске за 120 километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине Нарю Руайаль. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновение в их комнате раздавалось ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналось нежное огонье женщины. О, Жан, я высчитывал про себя. Ну вот вошла Жермен, она закрыла за собой двери, они поцеловали друг друга, девушка сняла от себя шляпу, перчатки и положила их на стол. И больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнесши ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постанав, они помирали с осмеху или питали о своих делах. Я знала об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с Мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в туре. Она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала богему в гранд-опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить гладкие костюмы Тайо. Мосье Анриш инглизировал Жермен. Она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской. Но полная щиколотка ее ноги, низкий быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии о Жан все оставлено было для Бьеннале. В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен. Смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже. Для всех, пришедших издалека, этот город есть род изгнания. И мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеннале. С этой мыслью я уехал в Марсель. Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен. Среда прошла. Никто не нарушил молчание за стеной. Бьенналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьенналь дал своей гости время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее о Жанне и портом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой вознёй, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым, протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосьян Риш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить её, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперёд большой отвислой грудью. Мулатка, шаркой ногами, в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Биналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший в застиранных носках. «Монвьё, вы дали отставку Жермен?» «Сетфамэйффоль», — ответил он и стал ёжиться. «То, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, всё это не касается мадемуазель Жермен. Все эти песни не для неё. Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы её несли. Куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен». Биналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям, «Кроме вечной любви, на свете есть ещё румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими ранами. О! Жан-мы плен лёдо!» Он повеселел в кафе Топари за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом, широкие полосы были положены на нём. Перемешавшись с электрическими звёздами, по тротуару текла толпа, против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в соболе и накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом воздухе духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой, светящейся головой. Бьеналь подался вперёд, увидев её, выставил ногу в трёпанной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам, с хрю до лагетэ. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и колебливая лача змеиное тело исчезла. За ней, потрескивая, прошёл негнущийся англичанин. «Аканай», — сказал им вслед Бьеналь, «два года назад с неё довольно было аперитива. Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать её в театр, поехать с ней в шартер, если она захочет. Но мне пришлось увидеть их, Бьенале и бывшую её подругу, раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель Д'Антон. Синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюфо, нашей хозяйки. Я нашёл жандармов у порога моей комнаты. Дверь из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нём. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме Тайор и шапочки, сдавленные по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилась перо на шапочке. Всё это случилось в шесть часов вечера, в час любви. В каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти, полуодетые, в чулках до бёдер, как пажи, они торопливо накладывали на себя румяна и чёрной краской обводили рты. Двери были раскрыты. Мужчины, не зашнурованных по шмаках, выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюфо. Мать этой девочки продавала газеты на Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте. Зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды забастого перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах. «Вуаля, кинепаге!» Сказал я, входя. «Кель малёх!» «Сэлямур, месье, эллэмэ!» Под кружевцем вывалились лиловые груди мадам Трюфо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза её сверкали. «Ля море!» Как эхо, сказала за ней сеньора Рока, содержательница ресторана на улице Данте. «Дио кастига куэлле!» Кинон коноскана ля море! Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Ослеплённый пламень зажёг их щёки, глаза вышли из орбит. «Ля море!» Наступая на меня, повторила мадам Трюфо, «Сэть унгро саффер, ля море!» На улице заиграл рожок, умелые руки поволокли убитого вниз к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Сеньора Рока подошла к окну и увидела труп. «Она была беременна, живот грозно выходил из неё, на отопыренных боках лежал шёлк, солнце прошло по жёлтому запухшему её лицу, по жёлтым мягким волосам». «Дио!» произнесла сеньора Рока, «Тюнон пердони, куэлле, кенон ама». На истёртую сеть латинского квартала падала тьма. В уступах его разбегалась нескоростная толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюфо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков окаменевших плющ. Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Ансенжери, мосты легко переброшенные через сену, строй слепых домишек прижатых к реке. То же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром скрипели ржавые стропила и вывески заезжих домов. Ну вот, кто из вас следил по тексту, наверное, увидел, проследил несколько разночтений. Это я тоже прокомментирую. То есть я постараюсь дать небольшой текстологический комментарий, реальный комментарий, ну и несколько, так сказать, интерпретаций. Ну, два замечания до того, как мы начнем медленно читать «Улицу Данты». Этот рассказ имеет пять прижизненных источников. Ему повезло немного больше, чем многим другим произведением Бабеля, потому что сохранилось две машинописи, причем одна из них с авторской правкой. Вероятно, это самый ранний источник. Обе машинописи хранятся в Ргалии, одна вот с авторской правкой в фонде Татьяны Николаевны Тесс, а вторая в фонде Альманаха года 16-21. И трижды при жизни автора была «Улица Данты» опубликована первый раз в журнале «30 дней» 1934 год, мартовский третий номер, и затем в двух сборниках Бабеля самых полных 1934 и 1936 годов. И второе замечание, это нам понадобится, я вот какое, что все-таки в основу рассказа легли личные впечатления Бабеля от его двух длительных пребываний в Париже. Я полагаю, что в первую очередь от первого пребывания он в 1927-1928 годах прожил там 14 месяцев с конца июля до конца 27-го года до конца сентября 1928 года, и второй раз с середины сентября по 32-го по август 33-го года. Ну, это вот то, что касается такого предварительного вступления, и начать нужно с названия улицы Данте. Улица Данте, Рю Данте, это улица в пятом округе Парижа, в латинском квартале, названная в честь великого итальянского поэта. Эта улица появилась на карте города в 1890-х годах, но строительство закончено по крайней мере пяти домов этой небольшой улицей из десяти в 1902-м году. Она, эта улица Данте, стала продолжением улицы Дюфуар, которая сейчас состоит из трех домов. Один с одной стороны, и со второй два дома, а улица Данте, соответственно, по пять домов с каждой стороны. Значит, я прошу вас обратить внимание сразу на то, это нам понадобится в дальнейшем, что улица Данте, это улица относительно современная, и относится она к самому, то есть построена она в самом конце 19-го, начале 20-го века. Но улица, продолжением которой она стала, Дюфуар, это старое название Соломы. Дело в том, что сюда приходили студенты Парижского университета в средние века, и прямо под открытым небом они занимались, значит, проводились их занятия, которые проходили не так, конечно, как сейчас. и говорят, что сюда приходил и Данте, который был в Париже и совершенствовал там свои знания. Во всяком случае, так утверждает Бокаччо. Уже на пороге старости, оказавшись в Париже, Данте выступал на многих диспутах и стяжал такую славу блеском своего гения, что тогдашние его слушатели и поныне рассказывают об этом с превеликим изумлением. Это подтверждает и исследователь Данте Илья Николаевич Голенищев-Кутузов. В «Божественной комедии», пишет он, «мы находим данные, подтверждающие истинность этого свидетельства Бокаччо. Там встречаются весьма подробные упоминания городов на побережье Средиземного моря, на морском пути от Гену и к Марселю. Данте были известны некоторые подробности жизни латинского квартала в Париже. Он был основательно знаком с философской и теологической мыслью, центром которой был в это время Париж. По-видимому, в Париже познания Данте в области науки, богословия и философии стали энциклопедическими. По предположению исследователя, Данте был, ну, в одном месте он пишет в 1307-1308 году, в другом в 1310 году. Итак, от 5 до 7 гостиница «Наш отель Дантон» поднималась в воздух от стонов любви. В машинописи с авторской правкой и в двух опубликованных вариантах 1934 года название несколько другое от 5 до 10 или от 5 до 10 наверное нужно сказать. Но вы согласитесь наверное со мной, что окончательная версия от 5 до 7 в смысловом отношении лаконичнее, а в ритмическом фонетическом намного легче. К тому же на протяжении рассказа, как вы уже увидели, постоянно идут отсылки к этому к этому периоду времени от 5 до 7 часов вечера. В номерах орудовали мастера. Но хотя этот рассказ вот в одной из машинописей он носит подзаголовок из парижских рассказов и он целиком по духу, по интонации парижский. То есть Париж это и герой, и фон, где происходит повествование, и такой центр, и нерв этого рассказа. Но тем не менее определенные интонации одесских рассказов мы можем обнаружить и здесь. И вот в номерах орудовали мастера. Если бы не было предыдущей фразы, то мы бы подумали, что речь идет о налетчиках, а отнюдь не о физической любви. За тысячу лет нашей истории мы делали женщину обед и книгу. Надо обратить внимание на то, какую роль в этом рассказе играет время. Действие рассказа происходит в конце 20-х, начале 30-х годов. И вот, может быть, вы уже обратили внимание на упоминание дней недели, начиная со среды по воскресеньям. Они все упомянуты. Среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. И вот эта современность, которая описана в рассказе, время, оно производит впечатление чего-то застывшего, какого-то раз и навсегда установленного порядка, некого расписания. Но в то же время автор широко раздвигает историческое время, тысячи лет истории, начало 14-го века, это упоминание Данте, о чем я сейчас говорила, конец 18-го века, упоминание Дантона. И таким образом как бы создается единое историческое временное пространство. Я прошу прощения, что я пропустила очень важную вещь. Отель Дантон. Такого отеля в первой строке, от такого отеля, такой гостиницы в Париже не существовало не только на улице Данте, но и вообще. Отель Дантон целиком придуман бабелем, и в какой-то степени, вероятно, может быть, прообразом для этого отеля Дантон послушал отель Тильзит в 17-м округе на улице Брей, совсем рядом с площадью Звезды, где бабель во время своего первого пребывания бывал частым гостем. Дальше. Я просто хочу сказать вещь, что вы слышали иностранные названия на французском и фразы на французском и итальянском языках. То, что касается фраз на итальянском языке, мы об этом чуть позже поговорим, а на французском сразу хочу сказать, что в прижизненных публикациях они не сопровождались переводом на русский язык и поэтому этот перевод не имеет то, что у вас там никакого отношения к бабелю. И очень часто он неточен. Вот эта фраза «on va refaire votre vie». У вас, наверное, так, нужно переделать вашу жизнь. Если бы бабель хотел сказать это, он бы сказал «il faut refaire votre vie». Но мы переведем это так «мы переделаем вашу жизнь». «on va refaire votre vie». И если вы, так сказать, прочитаете дальнейшую, скажем, мы переделаем вашу жизнь и мы ее переделали, то так, наверное, будет лучше и точнее. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцам в винном против «Алюван». «Алюван» это винный рынок, который был основан Наполеоном Первым в 1808 году и размещался он вплоть до 1960-х годов на улице Жосье, здесь же в Пятом округе, в Латинском квартале. Сейчас там на этом месте университет, носящий имя Жосье и Антуана Лорана Жосье и там значит только вот такие полозья, которые напоминают об этом винном рынке. Значит, и эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами возле Гях Сан-Лазар. Вокзал Сен-Лазар. Вот у вас Сент, Святой Лазарь, это не, как сказать, он мужской род, Сен-Лазар. Сент – это женский род. Вокзал Сен-Лазар. Бьенналью стоило большего труда представить меня питательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерства. Ну, вот здесь, видимо, вот, как бы поводом для этих двух фраз послужили реальные впечатления Бабеля в Париже, о которых вспоминает писатель Лев Вениаминович Никулин. Однажды на Монмартре они с Бабелем остановились возле публичного дома. Было это утром, и все окна были открыты настежь, видна была претенциозная роскошь, зеркала, все как на ладони. Как вы думаете, в этом заведении ведут конторские книги, это Бабель спросил? Думаю, ведут, это коммерческое предприятие, оно платит налоги. Дальше Бабель. Интересно бы изучить записи в книгах, это была бы глава в хорошем романе. А в другой раз, почему появился вокзал Сен-Лазар. В другой раз в кафе как раз около Сен-Лазара Бабель показал Никулину высокую, очень красивую, странно молчаливую женщину. Она была почему-то в бальном, сильно открытом, но помятом и поблегшем платье. Бабелю эта женщина показалась похожей на Елену Безухову. Но цена этой, продолжает Никулин, была, как всем одиноким женщинам вблизи вокзала Сен-Лазар в четвертом часу ночи, когда льет холодный дождь. Вечер мы кончали у порта Майо. Вот эта ошибка во всех изданиях, начиная с первой прижизненной публикации, там одна буква Л, там должно быть две буквы Л. Майо, иначе будет порт Мелло, а такого места в Париже нет. Значит, порт Майо, застава Майо, то есть вот такое охраняемое место в город, въезда в город, теперь уже, естественно, это значение утрачено. Это была, как бы, дорога вела к старой заставе, была деревянной и составляла часть ограждения Булонского леса. Но еще надо сказать, что вот порт Майо находится недалеко от парижского предместия Ней, Ней-Сюрсен, где Бабель жил в январе 1928 года. Он торговал, наверное, тоже обратили внимание, кто следил, он торговал с балканскими странами, с самыми двусмысленными из стран и румынскими дельцами, с самыми грязными из дельцов. Но вот балканские страны в сборнике первым посмертным 1957 года выпали, по цензурным соображениям, почему-то про румынских дельцов не подумали, но тем не менее эта купюра оставалась. Дальше. Значит, по воскресеньям мы отправлялись за 120 километров в Руан. Руан – историческая столица Нормандии, в настоящее время это центр округа Верхняя Нормандия. И действительно, если вот на поезде там вот 120 километров, если ехать на машине, чуть больше. Сопровождала Жермен продавщица перчаток в магазине на Руайяль. Вот здесь очень важно. Улица в Париже в 8-м округе ведущая от церкви Мадлен к площади Согласия, первоначально носившей имя Людовика XV. Надо не забыть, что площадь Согласия – это место, было местом казни Марии Антуанетты и деятелей Великой Французской революции. Просто мы это запоминаем или сейчас скажу. Дело в том, что у него интересная топография Парижа, какие-то детали и он создает этим атмосферу. Причем каких-то главных достопримечательностей, как Нотр-Дам или Эйфелева башня, мы в рассказе не найдем. Но можно прочертить маршрут героев. Улица Данте очень близко находится к тому же Нотр-Даму. А вот по этой улице Руаяль можно от церкви Мадлен дойти до площади Согласия, потом выйти на Елисейские поля, дойти до площади Звезды, а там уже не очень далеко от того же Порт-Майор. То есть этот центр Парижа он все равно в рассказе присутствует. В одной из суббот она... Да, я знала об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. Но эта фраза не может не напомнить нам об одном из ранних рассказов Бабеля в Щелочку, когда герой-повествователь у мадам Кепчик тоже в таком доме соответствующем попросил подставить лестницу и через окно ванной он наблюдал за одной из барышень, которая обслуживала клиента в этом доме. В одну субботу она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала богема в гранд опера. Богема это опера Пучини 1896 год по роману французского писателя Анри Мюрже «Сцены жизни богемы». Но я предполагаю, что первоначально по замыслу Бабеля Жермен должна была слушать другую оперу. В 1931 году он написал такую записку своим друзьям, жене его близкого друга Людмиле Николаевне Левшиц «Пожалуйста, в свободное время займитесь моими поручениями, выписанными на бумажке, либретой сельской чести и прочее». Я очень долго думала, зачем Бабелю понадобилось это «Либреты сельской чести». Потом я поняла, что по всей видимости Жермен должна была слушать сельскую честь, потому что там есть все составляющие, которые в улице Данте – любовь, ревность, смерть. Но не исключено, что сельская честь понадобилась и для другого замысла, может быть, для двух, а именно для рассказа Деграсса, сейчас останавливаться не буду, но там это очень важно. Но все-таки он отдал предпочтение Богеме, потому что это французский сюжет, литературную основу составил сочинение французского автора, и основная часть действия Богема происходит в латинском квартале. Но Гранд опера известна другая название опера Горнье по имени архитектора Шарль Ле Горнье оперный театр в Париже один из самых известных оперных и балетных театров мира. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже. Для всех пришедших издалека этот город есть рот изгнания. Вот эти предложения дали повод Шимону Маркишу отнести улицу Данте к лютовскому циклу, то есть к конармейскому, где говорится об одиночестве без премьеры, то есть без примера, то есть о том, что он постоянно оставался чужим в своих рассказах, этот герой рассказчик. С этой мыслью я уехал в Марсель. В двух машинописях есть продолжение этой отрывка. Там увидел я родину свою Одессу, такую, какой она стала бы через 20 лет, если бы ей не пригладили прежние пути, увидел неосуществившееся будущее наших улиц, набережных и кораблей. Бабель действительно был в Марселе примерно полтора месяца середины октября по конец ноября 1927 года. Он был вынужден уехать из-за обострившейся астмы. Но вот есть мнение, что вот этот отрывок был выброшен из печатных текстов по цензурным соображениям. Я вот с этим не могу согласиться, потому что если бы Бабелю нужно было во что бы то ни стало оставить Одессу в этом рассказе, он мог бы смягчить формулировки и в конце концов он мог упомянуть улицу Одессы, которая значит есть в Париже. Просто мне кажется, что здесь как бы вот этот фрагмент не соответствует духу интонации всего рассказа целиком парижским, французским и я думаю, что он снял его чисто по художественным соображениям. Но та же мысль выражена в письме к Исааку Леопольдовичу Лившицу от 28 октября 1927 года. Представьте себе Одессу, достигшую расцвета, этот будет Марсель. И это позволяет говорить о том, что замысел улицы Данте относится уже к осени 1927 года. Макон по 4 франка за литр поправил моего друга, но Макон сорт бургундского вина по названию города, где оно производится. Так, это я просто что-то... Как подмигивают девицам с Рю-де-ля-Гетте. Улица, находящаяся вблизи бульвара Монпарнас, рядом с улицей Одессы как раз. То есть в скрытом виде улицы Одессы все-таки присутствует в рассказе. Своим названием Гетте, улица Веселья, она обязана прежнему соседству с танцевальными залами, театрами, кабачками, ресторанчиками. Здесь же шла торговля мидиями и жареным картофелем. Далее, мать этой девочки продавала газеты на Сен-Мишель. У вас у всех, наверное, написано на улице Сен-Мишель. Но дело в том, что это в машинописях как раз, в том числе с авторской правкой, именно на Сен-Мишель понятно, о чем идет речь. Это бульвар. Улица с таким названием в Париже нет. Так, значит, вот есть такой отрывок «Массовая сцена». «Массовая сцена». «Старухи с нашей улицы, улицы Данте, зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды забастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах». Это практически почти авторская цитата из рассказа Бабеля «Король». «Сквозь закопченные двери бело-тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечи лица, бабьи тряски и подбородки, замусоленные груди, под розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки обтекал эти груды разросшегося сладковоняющего человечего мяса». Теперь Сеньора Рока – итальянка содержательница ресторана на улице Данте. Ее портрет отличается от той массовой сцены. Нельзя сказать, что он ее поэтизирует, но описывает ее все-таки с нежностью. Сеньора Рока подошла к окну и увидела труп. Она была беременна, то есть с рождения новой жизни видят труп вот такой по контрасту. Живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам. Вот упоминание солнца оно имеет здесь для Бабеля в данном случае вечернего солнца Парижа концептуальное значение. Еще в раннем очерке 1916 года Одесса он сетовал на то, что в русской литературе не было настоящего радостного ясного описания солнца. И в этом смысле он русской литературе поставляет западную литературу и в первую очередь любимого своего Мапасана и его рассказ признания. Громыхает посаженный сноем дороги дилижанс сидят в нем дилижансе толстый и лукавый парень полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают это уж их дело небо жарко земле жарко спалит и с девки льет пот а дилижанс громыхает посаженный светлым зноем дороги вот и все. Перевод парафраз признания которые кстати Бабель перевел тоже он перевел три рассказа Мапасана и дилия признания и болезни Андрея. Так вот перевод парафраз признания один из ключевых сюжетных ходов в рассказе другом бабелевском французском Гюиде Мапасан и там четко определено место которое отводится изображению солнца у французского писателя. Итак признание солнца героя этого рассказа Ле Солей де Франс Примеры эти можно было бы продолжить. Но вот в центре рассказа улица Данте Париж о котором мы говорили и конечно же любовь. и в финале этого рассказа слова любовь и любить как рефреент повторяются семь раз и звучат эти слова на французском и на итальянском языках. Но главные вот можно сказать сакральные слова любви произнесены с сеньорой рукой. Вот эти два так сказать два предложения произнесенные сеньорой рукой Бог наказывает тех кто не знает любви и Господи ты не прощаешь тем кто не любит это примечание самого Бабеля и его перевод. Кстати сказать в Одесском коммерческом училище где он обучался он изучал французский немецкий английский языки но факультативно в учебный план входил итальянский язык и я предполагаю что немножечко итальянский он знал и вот то что эти слова как бы ставящие точку в повествовании последние произнесены на итальянском языке они нам вновь напоминают о названии рассказа и о самом Данте по словам Бокаччо Данте показал всему миру великолепие флорентийского наречия и открыл красоты народного языка более того вот эти слова произнесенные сеньорой рокой они являются своего рода аллюзией на отдельные места дантовского рая вот статья улица Данте один из первых исследователей Бабеля советских Израиль Абрамович Смирин пишет что любовь по расписанию в гостинице мадам Трюфо мало походила на возвышенную любовь Паула и Франчески воспетую великим итальянцем да это так но мне кажется что обращение к Данте имеет в рассказе Бабеля гораздо более глубокий философский смысл любовь подобной любви Бьеннале и других обитателей отеля Дантон точнее отсутствие таковой противопоставлено возвышенной любви воспетой в сонетах и консонах новой жизни и уж тем более то любви с большой буквы любви как творцу всего сущего о которой писал Данте в божественной комедии слова сказанные сеньорой рокой перекликаются со строками из 15-й песни Рая естественно имеющие у Данте более возвышенное звучание в переводе Лозинского цитирую по праву должен без конца страдать тот кто прельщен любовью недостойной такой любви отринул благодать такой то есть праведной любви поданте и нельзя не вспомнить заключительные строки божественной комедии любовь что движет солнце и светило ну вот как бы мы поставили точку с одной стороны да вот никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденящий как точка поставленная вовремя знаменитая цитата из рассказа Бабеля Гейдума Пассан но в некоторых рассказах Бабеля есть как бы эпилог и вот здесь пейзаж парижский глазами Д'Антона является этим эпилогом и он не менее важен чем финальная точка на истертую я его прочитаю еще раз на истертую сеть латинского квартала падала тьма в уступах его разбегалась низкорослая толпа горячее чесночное дыхание шло из дворов сумерки накрыли дом мадам Трюфо готический фасад его с двумя окнами остатки башенок и завитков окаменевший плющ мы с вами говорили о том что улица Данте построена была значительно позже естественно никаких готических домов там никогда не было и это скорее условно вымышленный парижский дом то есть улицу Данте она реально существует но это не та улица Данте в Париже а это придуманная бабелем улица Данте здесь жил Дантон полтора столетия тому назад из своего окна он видел замок Ансенжери мосты легко переброшенные через сену строй слепых домишек прижатых к реке тоже дыхание восходило к нему толкаемый ветром скрипели ржавые стропила и вывески заезжих домов в машинописях двух есть очень примечательное разночтение из своего окна Дантон пишет бабель пишет Дантон видел замок Ансенжери и так далее а в машинописях из моего окна и в реальной жизни кансенжери с улицы Данте хотя это не так уж и далеко увидеть невозможно кансенжери королевский замок и тюрьма куда где была в заключении Мария Антуанетта и Дантон тоже перед казнью был привезен сюда но в реальной жизни Дантон с 1788 года жил на улице Кордильеров ныне это улица медицинской школы по версии Александра Дюма в романе инженю он жил на павлине улице которая когда была реконструкция Парижа вошла в состав бульвара Сен-Жермен но во всяком случае памятник Жоржу Дантону перекрестки Адеон находится на бульваре Сен-Жермен куда как бы вот упирается и улица медицинской школы памятник воздвигнут на том месте во всяком случае там есть об этом запись где реально жил Дантон но вот здесь нельзя не сказать что Бабель он был увлечен историей французской революции и когда он был в Париже он писал Анне Григорьевне Слоним своему другу и доверенному лицу что читаю старые французские книги вот о революции и читаю как в юности читаю ночи напролет в своих письмах из Парижа он писал что здесь хорошо но мы с Россией таскуем по ветру больших мыслей и больших страстей кстати в 27 году он просил редактора нового мира Вячеслава Полонского о том чтобы он анонсировал его рассказ Мария Антуанетта но как бы эти планы остались не осуществленными но вот почему Данте почему Дантон в этом рассказе о банальном парижском происшествии ну мы не могли не обратить внимание что здесь и олитерация улица Данте отель Дантон в начале рассказа и потом в окончании тоже вот эти значит Данте Дантон и по русски и по французски Дант Дантон олитерация вот но ему в этом рассказе почему он поместил отель Дантон никогда не кстати есть улица Дантона в Париже в 6 округе тоже не так уж далеко от улицы Данте ему просто вот в этом рассказе понадобилось и Данте и Дантон и еще конечно нельзя обратить внимание на то что это был ну когда он закончил рассказ в 1933 год опубликован он был в 1934 году но уже на какие-то вот аллюзии с современной российской советской действительностью вот такой большой террор еще не начался но он был в преддверии он и он и Субтитры создавал DimaTorzok